МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексей Горань, приветствую вас, Алексей. Добрый день. Снятие неприкосновенности. Вот, знаете, вот эта теза о том, что это станет яблоком раздора, и вот по факту есть вариант отменить это в Конституционном суде. Что вы думаете о таких, скажем так, разногласиях, которые происходят в парламенте? Нет, смотрите, давайте разберемся. Значит, есть действительно вопросы к этому решению. Начнем с конца. Будет ли отмена в Конституционном суде? Я думаю, что нет, потому что очень большая поддержка в обществе этого закона. За него проголосовала и правящая партия, и оппозиция, и вряд ли Конституционный суд тут пойдет против воли, против воли, как бы преобладающего большинства. Хорошо, а те тезисы, которые сейчас выбрасываются, да? А вот те тезисы, они действительно имеют под собой основания, потому что, смотрите, да, отменили, отменили абсолютную депутатскую неприкосновенность, и это да, это хорошо. Но при этом возникает вопрос, достаточно ли сохранилось предохранителей против политического давления на депутата. Вот эксперты об этом сейчас дебатируют, плюс были определенные процедурные моменты, вокруг которых тоже идут дебаты. Но еще раз мой прогноз, что исходя из политической ситуации, не из правовой, а из политической, Конституционный суд вряд ли подставит это под сомнение. Да, вы говорите про политическую, я с вами здесь согласен. Если говорить о правовой стороне этого вопроса. Ну, о правовой лучше с юристами говорить. Хорошо. Потому что там действительно, понимаете, там действительно достаточно запутанная ситуация, в которой даже вот юристы-конституционалисты, они, скажем, имеют разные точки зрения, они ссылаются на разные аспекты, на какие-то нормы, регламенты, которые противоречат одна другой. Вот. Поэтому еще раз мой прогноз такой. Хорошо. А Ласенко, депутат из Батькевщины, говорит, что по сути вот не было смысла отменять такую депутатскую неприкосновенность, поскольку в этом парламенте она уже существовала, потому что слуга народа имела большинство, и она могла спокойно снимать неприкосновенность каждого депутата. Что вы об этом думаете? Политически да, но, в общем-то, как бы, понимаете, когда это закреплено на бумаге, и когда это закреплено в законе или в Конституции, конечно, это имеет большую силу. Но, кстати, я хотел бы сказать, что этот момент может быть использован и против слуг народа, в том числе. Почему? Потому что фракция очень большая, она начнет потом как бы расползаться, это неизбежно. И вот тут возникает вопрос в том, что они не имеют достаточной депутатской неприкосновенности, и это может быть использовано для того, чтобы их дисциплинировать. Как считаете, вот действительно вот этот момент потянет за собой порку своих же депутатов? Может быть, показательную порку? И выгодна ли такая показательная порка будет той же слуге народа? Ну, смотрите, показательно они, в плохом смысле этого слова, они назначили министром внутренних дел Авакова. То есть старое лицо. То есть это полностью противоречит тем обещаниям, которые давал Зеленский. Зеленский нападет. Да, смешно слушать. Я это был с отказом. Ну да, это мем, да. Вот, это полностью противоречит тому, что говорил Зеленский в ходе кампании еще президентская, тем более парламентская. Но он сохранил Авакова, хотя Аваков, в общем-то, провалил полицейскую реформу. Скажите, а вот то, что он сохранил Авакова, но при этом пытается забрать национальную гвардию, скажем так, чтобы она была подведомственная на президента. Это ход для того, чтобы ослабить вертикаль Авакова, или как это можно назвать? Ну да, конечно. Но, опять же, тут, понимаете, тут речь идет о расширении полномочий президента. Да, потому что когда-то это было так, потом мы перешли к другой модели. И сейчас это, в общем-то, больше регулируется именно Министерством внутренних дел и Кабмином. Но мы видим также, что Зеленский хочет и другие полномочия, в частности, создавать регуляторные органы. А это уже, скажем, сфера Кабмина. Она касаемо назначения глав ДБР и Набу. То есть, на самом деле, это расширение президентских полномочий. И эксперты, в общем-то, этим обеспокоены. А в чем здесь минусы? Ну, минусы в том, что полномочия президента четко выписаны в Конституции. Его люди избирали с одними полномочиями. Он сейчас как бы расширяет свои полномочия. То есть, потом говорить о парламентско-президентской республике уже будет, ну, как бы, не будет смысла. Ну, понимаете, это же вода камень точит. Да, немножко расширили тут, немножко расширили тут, тут, тут. И в какой-то момент это может существенно расширить полномочия президента. Во всяком случае, создавать регуляторные органы, которые будут связаны с экономикой, это точно вмешательство в сферу полномочий Кабмина. А у нас сейчас Кабмин формально по Конституции, он формируется независимо от президента, он не подотчетен президенту. И экономическая сфера ответственности это Кабмин. А президент пусть занимается тем, что у него написано. Это национальная безопасность и внешняя политика. Давайте поговорим о снятии неприкосновенности самого президента. Поскольку Руслан Стефанчук заявил о том, что такой законопроект рассмотрят на следующей неделе. Как вы считаете, необходимо ли снимать неприкосновенность президента? Смотрите, нужно сделать процедуру импичмента реалистической. Потому что так, как это прописано сейчас в Конституции, это практически нереалистично. Поэтому должен быть либо закон об импичменте, либо сейчас уже принят закон о временных следственных комиссиях. Частью этого закона являются положения, которые связаны с импичментом президента. Это принял еще предыдущий парламент. И этот закон направлен на подпись Зеленскому. Но сроки прошли, а Зеленский его до сих пор не подписывает. Что, кстати, тоже ставит вопрос о том, насколько он будет соблюдать закон. Поэтому, понимаете, сейчас во многом в том, что происходило в украинском парламенте за два дня работы, больше пиара, я бы сказал. Это пиара. Многие вещи приняты ради пиара самого президента и правящей партии. То есть, грубо говоря, вот это все, что сейчас происходит, рынок земли, снятие неприкосновенности, сокращение количества депутатов, неприкосновенность президента, это все пиар? Нет. Смотрите, рынок земли – это очень серьезная тема. Но, тем не менее, этого решения многие ждут. Оппозиция кричит, давайте референдум проведем. Обождите, но, слушайте, это отдельный вопрос. Пока об этом сказал только премьер-министр, и этот вопрос будет рассматриваться дальше. Это отдельный вопрос. Это очень сложный вопрос. Если он будет рассматриваться так, как рассматривались потенциальные конституционные изменения вот сейчас, почему я говорю потенциальные, потому что они только направлены в конституционный суд, то это будет плохо. Потому что процедурно оппозиция не имела достаточно возможности для того, чтобы и не услышала никаких аргументированных ответов. Почему мы должны сокращать численность депутатов именно до 300? Потому что говорят, что якобы, ну, партии «Слуга народа» говорят, что якобы сократилось количество населения, соответственно, ну и плюс, следующие через выборы, да, у нас уже не будет мажоритарной системы, соответственно, таким образом. А вы знаете, какая у нас будет система? Написано, вот они говорят, что будет пропорциональная система. А когда им говорят, что давайте, что обещал президент Зеленский? С открытыми списками. Давайте напишем. Вы хотите написать, что будет пропорциональная система в конституции? Окей, нет проблем. Давайте добавим с открытыми списками. Это то, что обещал Зеленский. И вот тут почему-то большинство говорит, говорит, нет, пока что это не надо делать. Но если вообще говорить о сокращении депутатов до 300, ну, к примеру, да, ну, есть приблизительно... Это популистская мера. Слушайте, значит, там Польша, Франция, Германия, Великобритания, 600 и даже больше депутатов. Ну, это все популистские разговоры. Смотрите, вот грубо говоря, если сократить, то, соответственно, количество запросов на одного депутата увеличится. Конечно, это вырастет. В общем-то, основной аргумент, что будет меньше лоботрясов, значит, будет больше люди, и мы на этом сможем сэкономить средства, это популизм, чистейшей воды. Поэтому еще раз, то, что это делалось вот в первый день, причем, опять же, это было связано прежде всего с пиаром. Речь не идет о каких-то глубоких, глубоких изменениях. Пока еще раз, давайте подведем итог, что монобольшинство в парламенте может быть использовано во благо. То есть могут приниматься непопулярные вещи, в том числе, которые, скажем, связаны с рынком земли. Но вопрос в том, что это монобольшинство может не слушать никого и принимать только то, что им говорят на банковой. И тогда это будет плохо, и тогда это будет угрозой. Есть риск такой? Сколько вы прогнозируете еще такую активность партии по работе в парламенте? Ну, не знаю, честно. По этой работе, пока что первые, эти два дня меня очень, на самом деле, разочаровали. Ну, я же объяснил, почему. Потому что решения принимаются неаргументированные, абсолютно настроенные на пиар, сомнительная процедура. Но я же уже сказал. Я сказал о том, что большинство есть, которое работает, и оно может потенциально принимать необходимые решения. Алексей, я вас благодарю за ваше мнение и за вашу аналитику. Гостем программы «Лицом к лицу» был профессор политологии Национального университета Киево-Могилянской академии и научный директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева Алексей Гарань. Я, Евгений Агарков, прощаюсь с вами. До новых встреч на ЮЭТВ. Субтитры создавал DimaTorzok